Прекрасная, красивая невеста Христа, помазанная, я благодарю Тебя за Нем, я люблю ее, и Ты любишь ее Бог. Аминь. Вика, придите и пополам, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Блесся мне, чтобы я поговорить в этой доме. Вы хотите chuyển про то, что было там? Прекрасно, что происходит происходит? Вы хотите chuyển про то, что происходит? Вы хотите dashboardить? Вы можете говорить, пожалуйста. Открыть, пожалуйста. Открыть по-другому, отберть по-другому, отберть по-другому. bless Him more than he can ask or think. From your great hand, place upon His head, let your anointing flow, oil . on and with glor Allem. Let His mind be soft for you as His heart. Harmony. We call forth the message through His heart. We thank you for Him. Amen. Спасибо. Спасибо. Отец, я благодарю Тебя за ангелов сегодня вечером. Я просто вывожу ангелов Господних, чтобы выставить в этой группе сегодня вечером. И чтобы служить этим людям сегодня. Пусть это проходит по рядам. Касается каждого. Да будет прославлен Иисус. Высвободи свою замечательную невесту. В познании Его. Я благословляю эту атмосферу для пророчества. Которая есть свидетельство Иисуса Христа. И я провозглашаю, что что бы ни случилось в этой атмосфере, и в этой атмосфере можно случиться все, что угодно, потому что в Царстве Небесном угодно, возможно, все. Да. Я высвобождаю ожидания в атмосфере во имя Иисуса. Все исцеление, благословение, комфорт, утешение и любовь это здесь. Аминь. Аминь. У меня есть песня. Маленькая такая. У меня есть свидетельство Иисуса. И Он провел меня через мои самые страшные штормы. И я просто призываю имя Иисуса и полагаюсь на Его руки, опираясь на Его вечные руки. У меня есть свидетельство Иисуса, ведущего меня через страшные штормы. Я просто призываю Иисуса, опираясь на Его вечные руки. Тестимония Иисуса. У нас были пророческие служения, пророческие комнаты, так называемые, как вайхописи. Поднимите те, кто получили пророчества сегодня. И те, кто приняли свидетельство Иисуса в этом пророчестве, поднимите руки. Да? Да? Окей. Спасибо. Я хочу сегодня говорить о некоторых вещах. Я хочу обсудить Его пути. Я хочу обсудить то, кто Вы, или кто Ты. И я хочу обсудить его сердце к нам и ответственность, который Он смотрит на нас. И я хочу говорить о выражении Его сердца к нам. И о том, как мы реагируем на это из нашего сердца. Я хочу пойти в Бытие, 28 глава. И есть Иаков. И он усыпает на месте, которое называется Вифиль. Двенадцатый стих. И у него был сон. Вот лестница стоит. На земле, и вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака. И мы опускаемся на шестнадцатый стих, к шестнадцатому стиху, там, где Иаков проснулся. И Иаков сказал, Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И далее он говорит, Как страшно место сие. Это не иное, что, как Дом Божий. И это врата небесная. Вы понимаете? Вифиль — это Дом Божий. Он видел во сне ангелов восходящих и нисходящих. И это врата небесная. Я хочу сейчас поделиться с вами из Нового Завета, и мы посмотрим, что Иисус сказал. Иоанна, первая глава. Иисус ходит и собирает своих учеников. В сорок пятом стихе Филипп находит Нафанаила и говорит ему, Мы нашли того, о каком писал Моисей в законе. И Нафанаил говорит, Может ли что доброе прийти из Назарета? Верс 48, Натанил сказал ему, Верс 47, Иисус видит, что Нафанаил к нему подходит. В сорок седьмом стихе И Иисус говорит, Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства. А Нафанаил сказал, Откуда ты меня знаешь? Иисус ответил, Перед тем, как Филипп позвал тебя. Когда ты был под этим, под этой смоковницей, я видел тебя. Он невозможно было ему его увидеть физически, потому что он был далеко от него. Но он увидел его в Духе. И вот ответ Нафанаила. Рави, ты сын Божий, ты царь Иаковлев. Извините, Израилев. Иисус сказал ему, Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорю тебе, Истина, истина. Отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Давайте соединим эти два места. Иаков назвал Вифиль Дом Божий. Он говорит, истина, Бог здесь, и это врата небесная. А Иисус пришел, сказал, Я есть врата. Через Меня ты приходишь к Богу. И теперь я и Отец, мы придем и поселимся в тебе. Иоанна 14-15 глава. Иисус и Отец, они придут и найдут свой дом в нас. И Дух Святой. Ангелы восходили и нисходили в Дом Божий в Вифиле. Но Иисус пришел, и Он говорит, Я сделаю тебя Домом Божьим. Вот почему все возможно. Потому что Он в нас. Небеса открыты. Мы имеем вход. Аминь. Это то, что Он сделал. Он открыл небеса и сотворил Его дом в нас. И мы одни с Ним. И нет больше никаких ограничений для тебя. И нет удержаний, чтобы удерживало нас от Него. Врата и дверь, отверсты. И это Иисус. Он есть дверь. Ефесянам 1-3 говорит, Я даю тебе все благословения в Небесе. Все благословения в Небесе. Он отдал нам Сына Своего, и поэтому ничего доброго Он не удержит от нас. Ефесянам 4-11. Тут говорится о том, что Иисус поставил одних апостолами, других, чтобы они были пророками, евангелистами, пастырями и учителями, к совершению святых. Это ты и я. Чтобы снабжать их, укреплять их, строить их, святых. Чтобы умножать эту силу нашу в теле. Тринадцатый стих. Доколе все мы придем в единство веры и познании Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И здесь, в этой комнате, есть апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пастыря. Это не значит, что ты должен быть внутри церкви. Ты можешь быть пастыром, учителем или апостолом на рабочих местах. И цель этого — построить нас, снабдить нас, чтобы мы пришли в единство, в полноту Христову. Чтобы мы пришли в единство веры и познание Бога в нас. Познание Бога приносит полноту Христову. По мере познания Его я становлюсь как Он. Это можно увидеть в тринадцатом стихе. Цель всех этих служений — это привести нас в познание того, кто Он есть. Чтобы мы стали им, тем, кто Он есть. И это не окончится до тех пор, пока мы не станем так, как Он есть. Он не придет за невестой, у которого только половина платья. Или она наполовину раздета, наполовину одета. Нет, она будет полностью одета и готова. А вы знакомы с местом Писания 2 Коринфянам 6, 14? И там написано, чтобы мы не сообразовали с веком сим. Да, нет? Да? 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 Да, Он нам instructs us not to be unequally yoked. А, извините. Вы не должны читать, это нормально, это нормально. Я просто хотела сделать реперанс. Ну да, то же содержание. Чтобы мы не становились под ярмо одно с неверными. Под неверное ярмо. Иной перевод. Да? 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 Он нас инструктирует, увещевает, чтобы мы не становились под ярмо с неверными. Он никогда нам не скажет делать то, что Он сам не делает. Когда Он вернется за нами, Он не будет стоять под этим ярмом. Да? Он не преклонится под чужое ярмо. Я открыла это местописание с неверными. Это, ну, синодальный перевод. Я открылась, да? Я открылась, да? Я открылась, да? Во втором Коринфянам 6.14 Он нас инструктирует, чтобы мы не имели связь. С тем, кто менее чем. Недостойная связь. Ни одинаковое мышление. Ни в согласии. Вне согласия. Ни одинаковые мысли. Ни одинаковые цели. Неравнозначная связь. Да, light in light. Например, свет и тьма. Неравнозначная связь под одно ярмо. Это значит, например, свет и тень. Он говорит, соединяйтесь со светом, поскольку вы есть свет. И он возвращается, чтобы быть соединенным с себе подобным, со светом, потому что он есть свет. И вот это вот задача евангелистов, пророков, пастырей, учителей и апостолов. Снабдить нас познанием того, кем он является. И по мере того, как мы познаем его, мы становимся более и более, как он сам. Второе Коринфянам 3,18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы смотрим, взираем на Него и возрастаем в познании Его, мы преображаемся в Его образ, в полноту Христову. Это хорошая новость. Аминь. Бетхл. Вифиль. Это ты. Я. Мы. Дом Божий. Ангелы восходят и не сходят. Полностью открыты врата. Свободный вход. Это шокирующее откровение. Сейчас я хочу говорить, как мы отвечаем сердцем. Если мы знаем эту истину, если я дом Божий, и Он любит меня, все небеса отверстия для меня, я хочу, чтобы пришло в соглашение то, что я вижу, и то, что происходит внутри, и оно как бы несопоставимо. Но я хочу быть в согласии. Когда я вхожу в согласие с небесами, в этот момент небеса приходят на землю. Когда я прихожу в согласие с Отцом, я соединяюсь с Отцом. Есть слово «примирение». Примирение. Согласие и приход. Иисус пришел с служением примирения. Иное слово — это полное согласие. То есть, если я прихожу в согласии с Отцом, познавая того, кто Он есть. И есть это примирение в связи с Ним, между мной и Им. И я хочу именно об этом говорить, как мы это делаем, вот здесь внутри. Пожалуйста, закройте глаза все. Что вы видите? Это внутренняя жизнь. Пусть продолжают ваши глаза, будут закрыты некоторое время. Это внутренняя жизнь. Сейчас ты лицом к лицу с Богом. Это там, где Он живет. Это большая реальность, чем та, которую ты видишь, когда глаза твои открыты. Это истинная реальность, которая диктует то, что происходит, когда ты открываешь глаза. То, что ты видишь прямо сейчас. Видишь ли ты любящего Отца? Видим ли мы надежду? Видим ли мы открытые небеса? Вижу ли я каждое благословение открытым для меня на небесах? Вижу ли я его любовь? Вижу ли я мое обеспечение? Когда я смотрю в будущее с закрытыми глазами, что я вижу? Это реальность. Это есть реальность. Это где ты лицом к лицу с Богом. Господь, я сейчас высвобождаю благословение на каждого человека здесь. Я высвобождаю лицо твоей благости. Я высвобождаю свет надежды и исцеления. Я высвобождаю омовение и восстановление твоего присутствия. Я высвобождаю служение, примирение в твое сердце. Я высвобождаю смелость вновь надеяться. Можете открыть свои глаза. Когда мы закрываем глаза, это наша внутренняя жизнь. Это реальность. Я могу многое делать, когда мои глаза открыты и все меня видят. Но реальность моя сильно насаждена глубоко внутри вместе с Господом. Когда мы закрываем наши глаза, да, мы не знаем Его в многих сферах. Есть места и времена, когда я, напрягаясь, не могу различить Его лица. Недавно было такое время, когда я, напрягаясь, не мог совершенно видеть свое будущее с надеждой. Когда я закрывал мои глаза, я не чувствовал Его любовь внутри меня. Я чувствовал больше грусть, чем любовь. И ну, так бывает, это нормально. Просто потому, что я был в таком месте. Но Он не был ни зол, ни испуган этим моим состоянием. На самом деле, Он полностью посвятил Себя, чтобы вывести меня из того места в познание Его полноты во мне. Может быть, некоторые из вас знают, о чем я говорю сегодня. Поэтому я хочу поделиться немного тем, как я ответил Господу в этом месте, в котором я был. И я хочу через это ободрить вас. Потому что это ваше наследство, это наше наследство. Наследство, возрастив познание Его, полное знание Его. Скажи, это для меня. Положи руку на грудь и скажи, это для меня. Для меня. Это должно чуть-чуть вас ободрить. Это для меня. Это ваше наследство. Ваше наследство. Познание Его, полноты Его. Чтобы преобразиться в Его образ в полноте. Но это начинается с познанием Его. Хорошо. Я хочу быстренько пойти в Исход, 14 главу. Это тут рассказывается о том, как Моисей вместе с Богом. Он вывел Израиль из Египта. И они собрались в лагере, стали лагерем, перед тем, как они прошли Красное море. Они просто стоят лагерем. И Бог целенаправленно высылает за ними фараона и его войска. Это была цель. Это Бог сделал. Он имел что-то в виду. У него были планы. А что сделал Израиль? Они подняли свои глаза, и они увидели фараона и целое войско с колесницами. И благодаря тому, что они увидели в этот момент, они полностью потеряли познание Бога. И их лица упали, их челюсти отвисли. И они сказали, почему ты вывел нас из Египта, что просто убить здесь? Я хочу напомнить вам, что они видели в Египте совсем недавно, до этого момента. Они видели, как сила Божия сходила на те места, где они жили. Они видели эти лягушки, жабы, они видели саранчу, они видели кровь, которая вода превратилась в кровь, и все, рыба погибла. Много чудес и знамений страшных они видели. Но как только они увидели фараона, который идет с войсками, они полностью потеряли познание Бога, и они сказали, мы умрем. Но Бог сделал это целенаправленно. Что это значит? Это говорит о Нем и Его способах. И о Его путях. И очень важно, как мы интерпретируем то, что мы видим, основываясь на познании Бога. Которое мы имеем, вы понимаете? Бог этот сделал целенаправленно. Но потом Бог их провел через Красное море и показал им, как тонут фараоновые войска в этом Красном море. Правильно? И что они сделали? Они взяли свои тамбурины и начали танцевать и славить Бога. Танцевать, петь, веселиться. Но Бог это сделал целенаправленно. Он хотел их чему-то научить, чтобы они увидели это. Когда мы видим, мы возрастаем в познании Бога и того, кем Он является. Он все это делал перед их глазами, чтобы они видели, кем Он является. Ну, после этого они повернулись и продолжали идти. И через пару дней, два-три дня, что случилось? У них не было воды. И Бог сделал это опять целенаправленно. Опять с целью. Его пути. И что же они сделали? Из-за своих обстоятельств, из-за того, что они увидели, они опять потеряли познание Бога. Когда мы закрываем глаза, или закрыли сейчас, и посмотрели внутрь себя, и не увидели света, если мы не увидели жизни, мы не видели надежды, мы не видим, закрывая глаза, Его благость и Его обеспечение для нас, на что мы помним, на что мы смотрим. И через три дня Господь привел их к воде. Они не имели воду, но Он привел их к источникам. Но эта вода была горькой. И Он это сделал целенаправленно. Познали ли мы пути Божьи? Он делает время от времени вещи с определенной целью в нашей жизни. Он привел их к этой горькой воде, чтобы открыть их сердца. Они не поняли, но они должны были это увидеть. Их сердца были горькими. Очень быстро их сердца начинали жаловаться и сетовать. И говорить, Бога нет, или Он не добр к нам. Он привел их к этим горьким водам, чтобы показать истинную природу их сердец. Когда я закрываю свои глаза, в то время, когда я имею проблему, в тот момент, когда я не вижу, кто Он, и не вижу Его благости, Он открывает в этот момент мое сердце мне. Это хорошо. Это хорошо. Это было хорошее слово сейчас. Когда я прихожу в такое место, где у меня борение, где у меня проблемы, и я не могу видеть Его благости, доброты ко мне, обеспечения, и что происходит в моем сердце, я просто выбрасываю всю Его благость. И Он приводит меня к реке, чтобы я увидел отражение своего сердца, состояние своего сердца. И нет в этот момент от Него ни одной йоты, или доли злобы, или раздражения на меня. Он все время улыбается. Он любит это, что Он делает. Он просто в восторге от того, что Он делает. Потому что Он знал, кем я был, когда Он вывел меня из Египта. И его цель была открыть, кто Он моему сердцу. И Он любит то, что Он делает. И Он любит меня. Это хорошая новость. И Он приводит меня к этой реке. Да, и когда река, сказал Брэд, я не знала, что он имеет. Это может быть река, это может быть горькая вода. Он приводит меня к этому месту. Это может быть река бедности. Это может быть река зависти. Это может быть река злобы. То есть, проблема, моя проблема, которая... Это может быть река отвержения. Он открывает мне мое сердце, показывает мне мое сердце. И посмотрите, что он сделал с Израилем. Он говорит, идите срубите эти деревья. Возьмите дерево, отрубите дерево. Да, и бросить в воду. И когда это дерево дотронулось до воды, вода в реке стала сладкой. Он провозглашает, кто он и кем он является. Он провозглашает Израилю, я Бог, который прихожу и делаю эту воду сладкой. Я возьму дерево и нанесу моего сына к этому, я беру дерево, прибиваю туда моего сына и очищаю грех. Он в этом месте Писания пророчествует, что он пошлет Иисуса. Он возьмет наш горький грех и недостаток познания Бога и сделает это сладким. И это есть Вифиль. Небеса. Все небеса открыты. Он есть врата. И я хочу соединить это с вопросом наших сердец, и мы закроем глаза. Например, мы приходим к реке страха. Мне не нравится это. Я не хочу пить эту воду. И я не хочу пить это. Я не хочу пить это. Что я делаю? Я смотрю на Него. И я вижу Его как Отца, который усыновил меня, и я не должен бояться. Он пастырь с 22-го Псалма, который ведет меня к тихим водам. И я не должен бояться. Я вижу Его как Бога, который защищает меня. Он охраняет меня, и я не должен бояться. И что происходит, я преображаюсь. И вот эта вот страшная река, река страха преображается в сладкую воду. И я прихожу в соглашение с тем, кто Он. И теперь я могу испить от Него. Имеет ли это смысл? Понятно? Это то, как мы учимся любить Его. Это есть любовь, прийти в соглашение здесь внутри с тем, кто Он. Я могу делать очень-очень многие вещи в этом мире. Но когда я закрываю глаза и не прихожу в соглашение внутри себя с Ним, я не примирен с Отцом. А это является всей целью Иисуса, вообще задачей Иисуса — примирить нас с Отцом. Но когда я прихожу в соглашение внутри себя с Ним, тогда я могу принять Его любовь и ответить Ему этой же любовью, на Его любовь ко мне. Когда я пристально смотрю на Него, тогда я преображаюсь в Его образ, я становлюсь как Он. Когда я, уставившись очень интенсивно, взираю на Бога, который сказал «не бойся», я не буду бояться, я становлюсь более как Он. И это может иметь отношение к любому, к любой ситуации в нашей жизни, к любому предмету. Это был пример со страхом. Я сейчас пройду через некоторые места Писания, в которых говорится, как Иисус нам говорил об этом. Матфея 6, 33. Как вы вообще себя чувствуете? Хорошо? Хорошо. Нужен ли перерыв для шоколада горячего или нет? Извините, неправильный вопрос был. Матфея 6, 25-33, Иисус говорит о внутренней жизни человека. Он говорит о ответе, отвечании, реагировании в любви. И Он говорит о страхе, переживаниях, суете. Он говорит, не заботьтесь о вашей жизни, что вам пить или что вам есть. Не заботьтесь о теле, во что вам одеться. Потому что жизнь больше, чем все это. Все это время Иисус говорит о базовых вещах, которые абсолютно необходимы для нашей жизни в этом мире. Таких, как есть, пить. Мы не можем долго просуществовать без таких необходимых вещей. И поэтому Он делает это целенаправленно, говорит о базовых вещах. Тут написано, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить. Потому что об этом заботятся неверующие. Неверующие, они ищут это, они заботятся об этом, они это пытаются усердно достичь. Они поглощены, неверующие поглощены этим. В 33 стихе говорится, Но ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Он говорит, все это приложится вам. Что это значит? Это говорит о Вифиле. Когда я ищу Его Царство и Его правды, я прихожу в согласие с небесами, и все небеса для меня открыты, разверсты, полностью. Он говорит об ответе сердца. Иоанн 7, 37. Я хочу, чтобы мы услышали сердце Бога, тогда, когда Он говорит это. Мы должны слушать нашим сердцем, а не просто нашими ушами. На последний день, в последний же день, великий день праздника, я хочу объяснить вам, что в этот день весь Израиль собрался на праздник кущей в Иерусалиме. Они исполняли праздники, они праздновали праздники Божии, стараясь угодить Богу, как Бог им повелел. Но Иисус был наполнен страстью. И я хочу, чтобы сердце Иисуса услышали. И это одно из немногих мест, где Он кричит, повышая свой голос. Мне это нравится. Он возгласил, то есть вскрикнул, крикнул, «Кто жаждет? Иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Опять, река, я прихожу, потому что я жажду, я прихожу к реке, потому что я жажду. И Он говорит, приди в соглашение с тем, кто Я. Посмотри в Писание, приди в единство и в согласие полное, чтобы принять эту воду и пить ее, и спить ее. Я также хочу поговорить еще раз, хочу сказать о том месте, где Он встречает женщину у колодца. Он просит ее и спить, дать Ему и спить воды. Она говорит, я самаритянка, вообще, почему ты даже разговариваешь со мной? А Иисус сказал ей, если бы ты знал, кто просит тебя пить, ты бы сама попросила у Меня. И я дал бы тебе воду живую, и ты никогда бы более не жаждала. Это то, что Он нам предлагает, чтобы знать, кто Он, и чтобы через это знание пить Его, пить от Него. И принести удовлетворение, довольство в нашу внутреннюю жизнь. Давайте откроем наши руки. Просто расслабьтесь. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты пришел с большей силой и просто почил на нас. Господь, я прошу, чтобы Ты увеличил свое присутствие. Может быть, кто-то может на клавишах тихонечко подыгрывать из наших музыкантов. Спасибо, Иисус. Господь, я благодарю Тебя за Твоих ангелов в этом месте прямо сейчас. Иисус, Ты так... У Тебя такая страсть, у Тебя такое желание, неудержимое страстное желание, чтобы Тебя познали. Чтобы Тебя познали здесь сегодня вечером. Чтобы Ты был возлюблен Ялтой и любим Ялтой очень сильно. Чтобы Тебя любили здесь правильно и хорошо. Пожалуйста, дыхни своим дыханием на Твоих возлюбленных. Позволь Ему прийти к Тебе и открыть Своё лицо Тебе. Позволь Ему прийти и открыть Свою благость Тебе. Он вкладывает Да в Твой Дух. И Он шепчет это в Тебе. Да. Господь, я высвобождаю Твоё исцеление. Дух Святой. Дух Святой, высвободи благость Отца. Высвободи заботливое сердце Матери сегодня. Высвободи Дух усыновления и удочерения сегодня. Ты принят, ты удочерен и усыновлен сегодня. Полностью усыновлен для Его Царства в Его Царство. Он избрал Тебя, чтобы Ты был Его домом. И мы говорим Да, Господь. Я хочу, чтобы ты представил, что ты сейчас перед этим колодцем. И Он сидит возле колодца и смотрит на тебя улыбается И я хочу, чтобы ты попросил Его попить. И я хочу, чтобы то, что Он даст тебе, ты испил. Пей, что Он даст тебе. Пей, что Он даст тебе. Пей, что Он даст тебе. Принимай это Пей, сколько ты хочешь Я вижу, что Он берет тебя за руку И уводит тебя от этого колодца Я хочу, чтобы ты увидел, куда Он тебя берет Я хочу, чтобы ты увидел, что Он тебе показывает Он показывает тебе Его сердце к тебе Он показывает тебе Его надежду на тебя Он показывает тебе все Его планы и все Его мысли И эти мысли, они благие, благие о тебе Он хочет что-то тебе дать И то, что Он тебе даст, будет твоим навечно и никогда не заберется у тебя Я хочу, чтобы это ты принял из Его руки сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Он полностью посвятил Себя тебе Вот в этом месте, где ты находишься сейчас В этом месте с твоими закрытыми глазами Где ты встретился с Ним лицом к лицу Это где история любви выражается В этом месте, где история любви выражается И я также вижу, что есть что-то, что ты хочешь Ему дать Ты берешь Его в то место в своем сердце Ты приводишь Его в ту комнату в твоем сердце, где боль И ты что-то Ему даешь И Он это возьмет от тебя, и Он будет иметь это вечно Но Он не отдаст это назад тебе И Он радуется этому Это Его обетование тебе Это Его обетование для тебя Он говорит, все, что я имею, это твое И все твое, мое Я люблю тебя И Он говорит, мы это можем делать в любое время, когда ты хочешь Я всегда здесь для тебя на этом месте Это твоя внутренняя жизнь Это твоя внутренняя жизнь Это мой дом Это наша жизнь с тобой Я принимаю Его любовь Я принимаю Твою любовь, когда ты принимаешь мою любовь Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Девушка, которая сидит возле Константина, возле Кости, на последнем ряду в зеленом платьице, можно встать? Наташенька. Придите, пожалуйста, сюда. Вперед. А вы, пожалуйста, оставайтесь в этом месте с Иисусом. Мы будем служить молитвой. Вы можете все встать сейчас. Пожалуйста, оставайтесь закрытыми глазами и сфокусируйтесь на Нем, пожалуйста. У нас здесь есть команда, мы будем молиться за людей. И если ты нуждаешься в молитве, и ты хочешь больше Его, просто приходи вперед, и мы будем молиться за тебя. Мы будем это делать достойно и в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok